Когда-то на заре интернета существовали форумы. На них писали, отвечали на вопросы, и вообще кипела жизнь. На одном из таких форумов мне кто-то написал. Вот если тебе нравится этот парфюм, значит ты любишь альдегиды. Я поначалу даже оскорбилась. Ведь любить альдегиды в молодежной среде было даже как-то стыдно. На самом деле сегодня они стали именем нарицательным. Воплощением старушек, мыла и ретро. Про старушек и ретро это вообще отдельная тема. Так и хочется сказать, чтобы я так жил. Даешь каждой старушке по топору в виде альдегидов. И мир станет краше. Уверена, что даже среди самых продвинутых пользователей парфюмерии парфюмерии, редко найдется тот, кто точно знает, чем таким пахнет альдегид. Давайте спросим у обычных граждан, что они думают по этому поводу. Добрый день, подскажите, пожалуйста, что такое альдегиды? Не подскажите, кто такие альдегиды? Не подскажите, что такое альдегиды? Альды что? Знаете, что такое альдегиды? Как видите, никто не смог дать исчерпывающий ответ на мой вопрос. Но без паники. Раз уж я завела эту тему, значит, кое-что выведала. И само собой поделюсь. Тем более, что в этом году, в мае, исполняется 100 лет со дня рождения референса альдегидов. Отметим же эту дату достойно. Готовы? Будьмо! Не обойдемся без небольшого экскурса в химию. Но мы с вами не на лекции, поэтому постараюсь рассказать своими словами и вот то, что я понимаю. И мне кажется, нужно знать, если мы с вами хотим называться парфюмерными маньяками. На самом деле, альдегиды – это цепь атомов, состоящих из углерода, кислорода и водорода, расположенных буквой Y. У нас в парфюмерии используются только длинные цепочки, которые обозначаются буквой C10, C11, C12. И только эти пригодны для использования в парфюмерии и что-то приносят. В первый раз слово «альдегиды» было использовано в 1835 году немецким химиком, который превращал алкоголь в уксус. Это еще не наши с вами альдегиды, но уже близко. Не прошло и века, и в 1904 году французский парфюмерный дом Pivore проводит эксперименты над альдегидами. И уже через год он создает первый парфюм с использованием альдегидов. Потом будет убегановский «Кельку флёх». Да-да, номер пять от Шанель не первенец. Просто над ним красиво расположились звезды. Мне было интересно, что Эрнест Бо еще в 1913 году начинает работать с альдегидами. И вот в одной из своих экспедиций, а может она вообще всего одна была, эта история умалчивает. Он был где-то за полярным кругом, и во время полярной ночи озера и реки издают какой-то неимоверный запах. Он захотел его воспроизвести в запахе, в аромате, в композиции, создать его искусственным путем. И сделал передоз альдегидов. А это оказалось номером пять. Вам не кажется странным, что каждый раз с передозом возникают шедевры? Шалимар – передоз ванилина. Некоторый передоз гурбаники рождает ангела. Ну, а альдегидный передоз – это номер пять. Все вы уже знаете прекрасно, как Шанель выбирала этот номер пять. Эрнест Бой ей предоставил с первого по пятый и с двадцатого по двадцать пятый пробники. Она выбрала, само собой, номер пять, потому и назвала его таким же номером. Революционный альдегидный аккорд номера пять состоял из альдегидов С-11, С-110 и С-12. В соотношении два, один и один. И в дозировке одного процента. Таким образом, я подчеркиваю, что номер пять не первый альдегидный парфюм, но он имеет самую большую дозировку этого самого альдегида, чем его предшественники. Потом появились знаменитые «Арпеж» от «Ламва» и «Лемау» от «Котих». От теории к практике. Чем же таким пахнут эти цепи альдегидов? Мне кажется, что я нашла, в каком аромате использовался С-10. На самом деле он пахнет жирными, грубыми апельсиновыми корками, немножко похожими на запах кориандра. И вот тут, мне кажется, я его нашла. В начальных нотах, в фёсте, он есть. То есть здесь как раз-таки вот эти самые апельсиновые корки. Потом, конечно, вступают все остальные 160 компонентов, которые заявил Жан-Клод Алина. Но действительно, вот тут альдегиды чувствуются очень ярко. Они не те, которые чистые. Это не чистое бельё, это не металл. Это скорее что-то цитрусовое, что-то бьющее в нос, но потом быстро отступающее и смягчающееся всем остальным. Много цветов и так далее. Конечно, здесь хорошо чувствуется и мох, но во всяком случае мне. Я, кстати, ношу сегодня этот аромат. Так вот, First это как раз-таки альдегидная классика, которую нужно знать, даже если она вам не нравится. Следующая цепочка С-11. Она пахнет чистым бельём, немножко кожаного аккорда с нюансами восковой свечи. Для меня это флёр де рокай в доме корон. И здесь вот этот чистый аккорд, он настолько чистый, настолько светлый, хорошо измеренный, хорошо выверенный. Это не просто мыло, это вот то бельё, которое хорошенько отстирали, и оно на воздухе прекрасно обветрилось. То есть третья цепочка альдегидов С-12. И этот пахнет чистым моющим средством и металлической нотой. Для меня это Rive Gauche и Yves Saint Laurent. Это такой металл. Настолько его хорошо здесь слышно, и он, конечно, альдегидный. Если уж говорить про сам аромат, то тут альдегиды, они нивелируются кремовой нотой. Первое, конечно, может вас немножко удивить. Вот этот металл, он немножко звенящий такой, но мне это нравится. А вот кого это пугает, постарайтесь дождаться крема. Тогда всё смягчится, и всё будет гораздо более интересно. Но на самом деле, этот аромат, мне кажется, с 71-го года, но вот сейчас такое называют нишей. Поэтому, конечно, что First, что Rive Gauche, это такие представители, хоть и альдегидные, но вместе с тем не ретро. Не нужно думать, что это как-то по-бабушински звучит, по-старушечьи. Сегодня мода на альдегиды немножко прошла. И мне кажется, что один из самых последних таких красивых альдегидных всплесков, это тоже Жан-Клод Элина, и это вот Дия Атамуажа. Мне кажется, что здесь альдегиды настолько выверены красиво, и они стали мягче, они своей цветочностью обыграны не так, возможно, ядрёно, как в тех более давних альдегидных ароматах. Я не считаю, что альдегиды, они звучат как-то по-особенному сто лет назад или вот сейчас. Мне кажется, что просто компания, которую выбирают парфюмеры для альдегидов, сегодня немножко изменилась. Поэтому само по себе звучание их, возможно, немножко тоже видоизменяется. Ну и, естественно, Ода Легенде номер 5. Это все три С10, С11 и С12 альдегидных формулы, собранные в корону цветами. Это действительно очень красиво. Это, возможно, где-то ретро. Ну, это, понимаете, вот на мой взгляд, эта ретровость, она просто в классике. Сейчас, в последнее время особенно, настолько все сладко, что мы привыкли к звучанию даже приторному, где-то липкому. И каждый раз предпочитаем нанести вот этот самый яркий, густой или там восточный сладкий парфюм и напиться Кока-Колу еще. Номер 5 это та классика, которая не пройдет, мне кажется, никогда. Со всеми фланкерами и так далее, но все равно он остается. Он, возможно, уже звучит немножко по-другому. Потому что, когда их изменяют, все эти формулы, они их изменяют постепенно. Так, чтобы мы привыкли к очередному фланкеру или к очередной версии. Но все-таки, здесь читается некоторая классичная нота, и поэтому нам кажется, что парфюмы все настолько ретровые, настолько сундучные и бабушинские. Ну вот, как я сказала в начале, чтобы я так жил. Честно, если бы моя бабушка имела возможность пахнуть вот так или так, я думаю, она была бы очень счастлива. А то, как мы пахнем, молодые девушки, дамы среднего возраста, если ваш нос готов вот это выдержать, то, мне кажется, и кожа это будет благодарно принимать. Надеюсь, я вас не утомила. Будьте здоровы, подписывайтесь, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok